Осенью в наши дома попадают серьезные объемы уличной пыли, сезонных аллергенов и вирусов. Это происходит как минимум из-за обуви, плащей, курток и зонтов, которые собирают грязь и несут в дом. А как максимум, потому что все начинают болеть и в то же время толпятся в транспорте после отпусков и каникул. Так что сейчас самое время подумать о покупке робота-пылесоса с режимом влажной уборки. Знаю, бюджет у всех разный. Кто-то ищет надежную модель с базовой функциональностью, а кто-то хочет получить максимальную функциональность, да еще и со станции самоочистки. Сегодня мы рассмотрим сразу две свеженькие модели от стремительно набирающего популярность бренда Ecovacs. D-Bot U1 Pro и D-Bot U1 Pro Plus. Интересно узнать, что дает нам эта приставка Plus в названии и почему разница в цене у них около 9000 рублей. Ecovacs D-Bot U1 Pro. Ну что ж, довольно симпатичная упаковка. Давайте посмотрим, чем же порадует нас данная модель. Интеллектуальная навигация LIDAR. Сухая и влажная уборка за один проход. Персонализированная уборка для удобства пользователя. И увеличенное время работы батареи. Давайте открывать. Внутри коробки находится вот такой интересный кокон, защищающий наш пылесос от всевозможных повреждений. Сверху в этом пакетике у нас имеется руководство пользователя. Точнее это у нас быстрый старт, какая-то бумажка и инструкция по эксплуатации. Все на русском, с картинками. Короче, классно. Поднимаем крышечку. И здесь у нас имеется блок питания с европейским типом штекера, выдающий 20 вольт и 1,2 ампера. Далее, конечно же, пылесос. Насадка для влажной уборки с уже установленной тряпочкой из микрофибры. Немножечко нестандартной формы. Вот здесь вот уголки у нее подогнуты. Вроде бы это сделано для того, чтобы во время работы сюда у нас ничего не попадало и накладка не оттопыривалась. Дальше мы видим трехлучевую боковую щетку. Она здесь всего одна. И для ее крепления в отдельном пакетике у нас имеется отвертка и два винтика. Среди которых один запасной и один рабочий. В общем-то комплектация здесь довольно простенькая. И у нас осталась только лишь док-станция для зарядки. Она здесь тоже ничем не примечательная. Два контакта для зарядки. Внизу четыре ножки из резины. А сбоку отверстие для подключения блока питания. Ну и собственно вот наш красавчик пылесос. Сразу убираем транспортировочные заглушки. В общем здесь используется белый матовый пластик. Дизайн простой, лаконичный, без каких-то своих личных особенностей. В общем все просто и по делу. Имеется активный лазерный лидар. Он здесь нажимается. Три клавиши управления. Индикатор Wi-Fi сигнала. Передний бампер подпружиненный. Под тонированным стеклом скрываются инфракрасные датчики. Также на всю длину бампера имеется вот такая специальная резиночка. Которая будет защищать вашу мебель от царапин. Ну и в принципе сам пылесос она тоже будет защищать. На левой стороне отверстие для выхода воздуха. На правой стороне непонятно. Либо же отверстие для динамика. Либо тоже что-то связанное с вентиляцией. Снизу опять же все очень просто. Два подпружиненных колеса. Довольно мощных, высоких. Одно поворотное колесо. Два контакта для зарядки. Место для установки боковой щетки. Что интересно есть датчик ковра. Четыре датчика опрокидывания. Плавающая турбо щетка. И в общем то все. Кстати снимается она очень просто. Вот здесь поддеваем двумя пальцами. Вытаскиваем крышечку. И вытаскиваем сам валик. Он у нас здесь щетинисто-лепестковый. Лепестки сделаны из силикона. А ворс довольно мягкий. Конструкция неразборная. Поэтому ничего снять отсюда не получится. А теперь рассмотрим контейнер два в одном. Мусороприемник и бак для воды. В общем под резиновую заглушечку у нас заливается вода. Сверху можно открыть крышку и достать хепофильтр. Кстати он здесь очень большой. Поэтому пылесос будет хорошо дышать. Также имеется поролончик. В общем простая и проверенная временем конструкция. Еще если поддеть вот здесь пальцем, то открывается сама емкость мусороприемника. Эта дверка необходима, чтобы очищать контейнер после уборки. Открыли, высыпали и собрали обратно. А на моющую тряпку вода подается через 4 специальные форсунки. В собранном виде все выглядит вот так. Я установил боковую щетку и насадку для влажной уборки. Как видите края здесь очень интересно подгибаются. Ну а теперь мы посмотрим чем отличается комплектация той же самой модели, но с приставкой плюс на конце. Дизайн упаковки здесь примерно такой же, за исключением самой формы коробки. Она здесь получилась вот такая квадратная. Изображен сам пылесос с базой. И здесь у нас черная версия, также бывает и белая. Основные преимущества указаны те же самые, за исключением первого пункта. А именно увеличенная вдвое емкость для автоматизированной уборки в течение нескольких месяцев. Благодаря станции автовыгрузки мусора и увеличенному мешку для пыли емкостью 5 литров, уборка не требует участия пользователя в течение нескольких месяцев. Короче, станция самоочистки у нас имеет мешок емкостью 5 литров, хотя обычно в подобных пылесосах мусорный контейнер имеет емкость 3 литра. А здесь гораздо больше и уже хочется посмотреть на него вживую. Поэтому давайте откроем данную коробочку. И мы сразу замечаем, что сюда добавили еще и немного пенопласта. Макулатура здесь в принципе такая же. Достаем защитный пенопласт. И вот наша база. Очевидно, здесь лежит пылесос. По комплектации все то же самое. Одна боковая щетка, швабра для влажной уборки и небольшая отверточка с двумя шурупами. Сам пылесос вроде бы точно такой же, за исключением цвета. Внизу все так же. Возможно, немножечко у него будет отличаться контейнер для сбора пыли, он же емкость для воды. В общем-то, да, я был прав, отличия у него есть. Вот здесь появились какие-то выемки. Вроде бы это контакты для зарядки. Здесь у нас специальная шторка для откачивания мусора. Водичка заливается вот сюда. Мусорный бачок открывается у нас вот здесь. Емкость у него здесь однозначно меньше, хотя большая она ему не нужна, поскольку робот имеет станцию самоочистки. Но здесь у нас спрятали HEPA-фильтр. Тоже тройная система очистки. Тонкая поролоновая губка и сам HEPA-фильтр. Все прекрасно разбирается, при необходимости прочищается и собирается обратно. Ну а теперь самое интересное. Наша станция самоочистки. Она также изготовлена из матового черного пластика. За исключением этой части здесь у нас глянец. И здесь у нас есть отверстие для мусороприемника. Два направляющих с колесиками и контактами для зарядки. Логотип компании. Светодиодный индикатор работы. На правой стороне отверстие для выхода воздуха. Сзади кабель питания на 220 вольт с европейским типом штекера. Имеется специальное место, куда вы можете намотать излишки этого кабеля. На другой стороне нет ничего, за исключением прозрачного смотрового окна. Если что-нибудь у вас там застрянет, то это можно будет здесь увидеть. А разобрать все для прочистки уже можно снизу. Вот здесь опять-таки из прозрачного пластика находится мусоропроводный канал. И открутив вот эти пять болтиков, вы можете его извлечь и прочистить. Также здесь стоят четыре мощные такие резиновые ножки, которые снимаются. Ну а самое интересное, у нас находится под верхней крышкой. Кстати, крышка здесь очень такая добротная. Вот здесь по периметру у нее находится резиновое уплотнение. А внутри просто огромный мешок на пять литров. Обычно трехлитрового мешка мне хватает примерно на четыре месяца. Но пятилитрового хватит точно на полгода. Здесь он так вытаскивается. Имеет пластиковую задвижку, резиновое кольцо для уплотнения. В общем, все четко и по уму. Также здесь есть небольшой такой карманчик, куда вы можете положить, например, запасной мешок. Либо же запасную тряпку для влажной уборки. Ну что, пылесос я уже установил на зарядную станцию. Он включился. Далее я подключил его к мобильному приложению. Приложение на русском языке. Все очень легко подключается. Следуя по пункту, выполняете все действия, которые требуются. И после чего открывается меню управления. Кстати, пылесос говорит на многих языках. Но русского языка почему-то в списке здесь нет. Поэтому я пока что ставил английский. Но в дальнейшем уверен, что и русский язык здесь обязательно появится. Короче, карта еще не создана. И предлагаю ее создать, запустив уборку. Все, пылесос осматривается. И сейчас поедет на уборку. Как обычно, сперва убирается вдоль стен. Но потом уже будет делать уборку внутри комнаты. Двигается очень аккуратно. При этом хорошо убирают углы. Сейчас заглянем в следующую комнату. Кстати, полы уже мокрые под ним. То есть тряпка очень быстро смочилась. И влажная уборка идет как положено. Вот такая вот уже получается карта. Спустя пару минут. Кстати, работает очень тихо. Давайте проверим, какой режим работы у него. Режим работы у него стандарт. Попробуем помощней. Это у нас средний режим. Он стал немножечко громче работать. И попробуем сразу максимальный. В принципе, на максимальном режиме шумит тоже не очень громко. Аналогичный уровень подачи воды стоит в нормальном режиме. Также есть средний и максимальный. В общем-то, он и на этом режиме хорошо смачивает полы. Но все же я хочу чуточку больше. Поэтому поставлю на средний. Теперь продолжаем следить за уборкой. А после чего посмотрим на ее результат. На карте у нас показан сам пылесос. Вот как он двигается. Все его перемещения показываются, так сказать, в прямом эфире. Также здесь обозначена док-станция. Она у нас вот здесь стоит. Еще здесь показан уровень заряда в процентах. Уборку можно поставить на паузу. И вернуть пылесос на док-станцию. Одной из ключевых особенностей этого робота-пылесоса является его способность выполнять как сухую, так и влажную уборку. Это означает, что он может не только собирать мусор, но и протирать полы влажной тряпкой, обеспечивая более тщательную уборку. Благодаря мощному всасыванию 6500 паскаль, он эффективно удаляет пыль, грязь и мусор с различных поверхностей, включая ковры. Интеллектуальный алгоритм распознает ковры во время уборки и автоматически увеличивает мощность всасывания для более глубокой очистки. Даже самые упрямые загрязнения будут удалены независимо от типа покрытия. Все в порядке? Никто не обижает? Посмотри сюда. Все хорошо у тебя? Ну и отлично. В общем могу сказать, что пылесос очень аккуратный. Перед каждым препятствием он заранее сбавляет ход. А если видит, что на пути все чисто, то он двигается довольно быстро, уверенно и не тормозит. Ой, хорошая, красивая киса. Теперь проверим датчики опрокидывания. Вот он видит, что там пропасть. Поэтому никуда не падает. Эта функция работает на все сто. Как-то так он объезжает препятствия. Кстати, под кровать заезжает хорошо, ничего не боится. Шторы объезжает очень деликатно. Осторожно, не торопясь. Прямо боится к ней прикоснуться. Это значит, что лидар работает отлично. Поставил подачу воды на максималку. Ну, в принципе, не особо меняется. Так что порог подачи там небольшой. Нет такого, что он прям будет заливать пол. Все четко и аккуратно. А вот так он обходит ножки в кровати. Максимально плотно и осторожно. Дибот U1 Pro оснащен мощным аккумулятором емкостью 5200 мАч, который может работать до 180 минут на одном заряде. Этого времени достаточно, чтобы пропылесосить даже очень большие дома или квартиры. Вместительный пылесборник объемом 400 мл и резервуар для воды емкостью 420 мл позволяют ему долго работать без опустошения. U1 Pro использует интеллектуальную навигацию лидар и технологию True Mapping для точного построения карты дома. Это также позволяет ему эффективно перемещаться по помещению, избегая препятствия и возвращаясь на базу для подзарядки. Именно поэтому робот-пылесос может убирать большие площади без вмешательства человека. 4 датчика защиты от падения с лестниц и система предотвращения столкновений корпуса с препятствиями обеспечивают безопасность, а также сохранность вашего дома и самого пылесоса. Приложение EcoVas Home позволяет настраивать уборку в соответствии с вашими предпочтениями. Создавайте до 4 карт помещений, настраивайте режимы и время уборки, устанавливайте виртуальные стены и управляйте пылесосом с помощью голосовых команд через Алису. Ну что ж, уборка завершена, пылесос возвращается на док-станцию, двигается очень тихо, очень. По-моему это самый тихий пылесос у всех, которые у меня были. Кстати, запарковался тоже очень быстро и с первого раза, сразу начал заряжаться. Короче, вот такая получилась уборка, убрана 34 квадратных метра, на это ушло 33 минуты. А по аккумулятору ушло примерно 20%, но это при том, что у нас везде стоит максималка. Карта получилась вот такая, и давайте посмотрим, что же он там насобирал. Кстати, воды еще очень много. Контейнер почти полный, реально, я не знаю, он, наверное, грамм 100, может 150 израсходовал и все. Воду расходуют экономно. Теперь открываем вот здесь. Ой-ой-ой-ой-ой. Здесь, ребята, пипец, сколько всего. Посмотрите, сколько пыли, шерсти, волос. Это ужас просто. Оказалось, что в комнате очень даже чисто. Но на самом деле нифига подобного. Тряпочка тоже немножко запачкалась. Теперь ее нужно помыть и просушить. После первой уборки у нас получилась вот такая карта. Вся зона уборки автоматически поделилась на комнаты. Имеется функция зональной уборки. То есть мы можем пылесос отправить в какую-то определенную зону. Если, например, что-нибудь там рассыпали, можно устанавливать запретные зоны, виртуальные стены. Все как обычно. Эти функции, я думаю, уже каждому знакомы. Настройки у нас здесь следующие. Первый пункт – аксессуары. Здесь показан уровень износа. А точнее, через какое время следует протереть те или иные аксессуары у пылесоса. Также вот здесь есть раздел «Моющий раствор Эко-Вакс». То есть у этого бренда имеется свое какое-то специальное моющее средство, которое можно добавлять прямо в бак с водой у нашего пылесоса. Далее – язык робота. Здесь, как я вам уже говорил, имеется много разных языков. Но русский почему-то отсутствует. Надеюсь, что скоро он здесь появится. Конечно же, можно менять громкость голосовых подсказок робота. Есть уборка по расписанию. Выбираете день, время, повтор, автоматическая уборка, уборка комнат. Есть функция «Найти робот-пылесос». Настройки робота. Защита от детей имеется. То есть кнопочки, которые есть на корпусе пылесоса, реагировать на нажатие не будут. Есть автоматическое обновление. Кстати, когда я подключился к приложению, то прилетело обновление. С помощью него я пылесос успешно обновил. Так что повторюсь, бренд не подвальный. И обновление на него производитель периодически выпускает. Далее есть справка. Поделиться. И удалить робот-пылесос. В общем-то, по настройкам это все. Еще у нас имеется возможность отправить пылесос на уборку в какую-то определенную комнату. Просто нажимаем вот так на нее. И запуск. После чего пылесос отправляется на уборку в заданную комнату. Короче, вот такое простое, но в то же время имеющее все необходимые функции приложения. Ну а теперь запускаем работу модель U1 Pro+. Водичку в него я заправил. Так что сразу же сделаем влажную уборку. Кстати, после уборки белым пылесосом U1 Pro прошло время. Поэтому в комнатах опять довольно-таки грязно. И посмотрим, сколько же этот пылесос у нас соберет мусора. Хотя, если честно, я думаю, что разницы по уборке особо не будет. Главное отличие здесь в том, что у него есть станция самоочистки. Ну а качество уборки, мне кажется, у них будет плюс-минус одинаковое. Вот как и прошлая модель. Сначала он двигается вдоль стен, а затем будет убираться уже внутри комнаты. Мощность всасывания стоит на стандартном значении. Давайте сделаем помощнее. И также немножечко повысим уровень подачи воды. Давайте уже на максималку включим, да? Он, в принципе, довольно тихий. Поэтому пусть работает на максимум своей мощности. Да, и все-таки мне очень нравится, как он хорошо смачивает полы. Здесь все помыто. Здесь пока что нет. Полы просто блестят. Пока работает электровеник, принцесса может отдохнуть, да? Еще и на кровать залезла. Ай-яй-яй. Так, уборочка завершена. Как он быстро поехал на док-станцию, а? А ну-ка, стоять! Теперь самое интересное. Что же он у нас тут насобирал? Опа! Ребят, тут что, полный бак, что ли? Ну, как бы не полный. Но очень много. Какую-то даже пленочку нашел. Да, швабра, конечно, не очень стерильная. По-моему, под краном будет как новая. Кстати, воды осталось еще больше половины. Очень экономично он расходует воду, хотя полы были довольно-таки мокрые. Ну, а теперь давайте посмотрим, как работает станция самоочистки. Ну, здесь, в общем-то, все прекрасно. Немножко вот там под стеночкой какой-то пыли лежит. Пара шерстинок кошачьих. А так все чистенько. В общем, получилась вот такая небольшая карта. Я сделал уборку всего в двух комнатах. Батарея у нас была полностью заряжена. Осталось ее 87%. Всего было произведено одна уборка длительностью 30 минут. И убрано 31 квадратный метр. Ну, а результаты уборки, точнее, сколько он насобирал мусора, вы видели сами. По сравнению с прошлой моделью, в приложении не появилось ничего нового. За исключением всего лишь одного пункта. Настройки станции. И здесь мы можем активировать автоматическую выгрузку мусора. И, в общем-то, все. Больше никаких настроек по станции самоочистки здесь нет. Про остальные функции повторно рассказывать смысла не вижу. Здесь все так же, как и у предыдущей модели. Ecovacs Debot U1 Pro Plus поддерживает всю функциональность модели U1 Pro. Включая два режима работы. Сухая и сухая плюс влажная уборка. Мощность всасывания 6500 паскаль. Щетку с защитой от запутывания. Антибактериальный фильтр воздуха. И детекторы ковра, высоких уступов и различных предметов в доме. За 9000 рублей к нему добавляется лишь станция самоочистки. Которая вытягивает всю пыль и мусор в большой 5-литровый мешок. Как минимум, его должно хватить на 5 месяцев регулярной эксплуатации. Сам же пылесос отличается от U1 Pro только уменьшенным резервуаром для воды. 300 мл против 420. Но это незаметная разница, поскольку воду он расходует очень экономно. И одной заправки легко хватает для уборки большой квартиры или частного дома. Если эта модель вам понравилась, то остается лишь определиться, нужна ли вам станция самоочистки или же нет. Лично мне больше, конечно же, нравится U1 Pro Plus. Ссылки на обе модели я оставлю внизу в описании. Надеюсь, обзор вам понравился и был интересным. Всем желаю удачи и до скорой встречи.